Дорогие подписчики и зрители нашего канала, всем доброго времени суток. Недавно я закончил работать над видеокурсом о воспитании детей. Для меня это важное событие, поскольку потратил на него немало времени и сил. Этот видеокурс может быть полезен для пап и мам, которые сейчас воспитывают деток или в ближайшем будущем с этим столкнутся. Возможно здесь у кого-то возникнет вопрос, а что, чтобы быть папой и мамой этому нужно учиться? Раньше люди этому не учились и мы как-то выросли. Вопрос хороший, но думаю, что в нем ключевое слово раньше. Видите ли, то что было раньше и то что мы имеем теперь, немало чего вообще в мире изменилось. Думаю, что раньше было немного проще расти детей, поскольку вообще в целом люди жили тяжелее, людям приходилось больше работать. Люди были более заняты, особенно дети. Сейчас папа и мама с раннего утра часто до позднего вечера на работе, а у детей есть больше свободного времени, они не заняты домашним хозяйством. У них есть интернет, телефоны, планшеты. И они свое свободное время заполнили развлечением и удовольствием. Так вот, если взять то, как жили дети раньше и сейчас, это разные времена. Теперь нам сложнее растить в целом вообще детей. И вот эта свобода, которая пришла, она наносит свои коррективы вообще в целом на развитие личности человека. В будущем вообще все люди станут хуже. И это не потому, что я пессимистически смотрю на мир. Это потому, что я Библию читал. Я хочу вам прочитать один текст о том, какими люди станут в будущем. Послушайте. И вот это, какими они станут, кстати, к этому приведет свобода. В какой-то степени роскошь жизни. Послушайте, какими люди будут. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. И вот это, вот это будущее, к которому мы движемся. И думаю, что к нему приведет свобода. Вообще, свобода это неплохо, но она неплохо для тех людей, кто умеет собой управлять. Но, как правило, собой управлять очень сложно. Наша ключевая сложность, как родители, заключается в том, что нам нужно воспитывать детей сильных и способных самим себя контролировать. Нам нужно, чтобы наши дети могли противостоять свободе и всему тому удовольствию, которое блестит и моргает перед ними. Так вот, думаю, что да, нам сейчас придется и нужно учиться, чтобы быть мудрыми родителями. Вы знаете, что в Библии одним из самых мудрых людей назывался Соломон. И он, кстати, больше всех написал о воспитании детей. И у него же, кстати, не получилось воспитать детей. Написано о Соломоне дальше так. После себя он оставил сына, который стал царем. Звали его Раваам. Зайдите и прочитайте, что о нем написано. Сказано, что этот человек был с кудаумный разумом Раваам. И он был очень негодным человеком. У мудрого Соломона это не получилось. И не только у него. У очень многих людей, хороших, не получилось воспитать детей. Потому что это по-настоящему сложно. И, кстати, я не претендую на то, что та информация, которую я дал в курсе, что она решит все проблемы. Чего бы я больше всего хотел, так это придать важности и ценности вообще процессу воспитания детей. Думаю, что многие родители могли бы быть намного лучшими родителями, если бы старались. Если бы понимали, насколько это важно. Проблема в том, на мой взгляд, что многие родители не осознают, насколько важным делом они сейчас заняты. Если спросить вообще людей сейчас в мире, чем ты занимаешься? О, я бизнес делаю, я карьеру строю. Это круто. А ты чем занимаешься? А я детей ращу. Так это вообще ни о чем. Сейчас вообще в целом есть пренебрежение тем, чтобы ребенка вообще родить. Не то, что его воспитывать. Люди думают, если я сейчас ращу ребенка и воспитываю его, это вырванные годы из жизни, это потерянная жизнь воспитывать и растить ребенка. Но я хочу сказать, папы и мамы, это большое заблуждение. Если кто-то думает, что растить ребенка это ни о чем, и это мелочи жизни, то вы подумайте о жизни, о будущем, с которой вам скоро придется столкнуться. И представьте себе вот две личности. Одна личность это воспитанный ребенок, который цветет и вам радость принесет и всем окружающим. И ребенок, который может покалечить жизнь себе, своей жене, своим детям и вам. Потому что ту боль, которую причиняют дети, это редкостная боль. Я знаю много людей, которые до старости в слезах прожили свою жизнь, потому что видели жизнь своих детей. И дети способны принести огромное количество боли нам, как родителям, если мы будем пренебрежительно к этому относиться. Я бы очень хотел, чтобы мы старались изо всех сил быть хорошими родителями. И я сам этому процессу начал учиться давно. Но я просто не знал, что у нас так долго детей не будет. Получается, что на лет 10 раньше начал учиться, как быть родителем, чем у нас дети появились. Но в общем-то это неплохо оказалось, а хорошо. И кстати, вам советую, если у кого-то из вас сейчас еще нет детей, то лучше было бы вот сейчас уже этому начинать учиться, а не тогда, когда они выросли. Я у нас в ютубе несколько месяцев назад записал видео, чтобы люди, у кого есть какие-то проблемы, могли позвонить мне и поговорить о как раз проблемном воспитании детей и так далее. Знаете, что интересно? Пока дети маленькие, никто не звонит. Вот все случаи, когда мне звонят родители, это звонят родители, у которых дети в переходном возрасте. До переходного возраста всем родителям кажется, что у нас все под контролем, дети послушные, все отлично. Но когда приходит переходной период, когда ребенок становится взрослым, родители начинают разводить руками и бить тревогу. Но вообще думаю, что это поздно. И если вы начнете задаваться вопросом о воспитании детей до рождения детей, это будет лучше. Потому что воспитание детей начинается с себя, поскольку очень сложно воспитать кого-то, если ты сам не воспитан. Это, наверное, почти невозможно. Это очень важно, несравненно лучше, чем карьера и, может быть, даже бизнес. Потому что все вот эти вещи в мире проходящие. Но люди, это же самый ценный ресурс. И мы растим детей не только для того, чтобы нам было приятно. Мы растим детей, которые в будущем продолжат делать те дела хорошие, которые мы не смогли сделать. Они смогут прославить Бога. Они смогут сделать то добро, которое мы не смогли сделать. Этот видеокурс платный. На вопрос, почему, ответ простой. Мы бесплатно плохо слышим. Вообще он недорогой. Относительно той ценности, которую я в него вложил, думаю, что он совсем недорогой. Нам в жизни приходилось в десятки раз покупать дороже курсы. И они, кстати, наверное, были в десятки раз хуже по ценности. Но это не потому, что я хочу свой курс похвалить. Это потому, что, возможно, мы на такие попадали. И, кстати, если кто-то его купит, и вам покажется он не полезным, и он вам не принес ценности, я с удовольствием вам верну деньги. Это вообще не проблема. Для первых 500 покупателей в подарок я смогу с каждым бесплатно час поговорить. Поскольку в этом курсе я касался всех вещей и по чуть-чуть, и он все равно получился семичасовой, по-моему. Это он и так получился длинным. Но я не мог каждую тему глубоко копнуть и раскрыть. И думаю, что если вы позвоните и зададите свой вопрос в данной ситуации, какая есть сложность или проблема, и мы об этом поговорим и подумаем, думаю, что это может быть, возможно, и эффективнее. Итак, если кому-то нужна дополнительная информация или у кого-то есть какие-то вопросы по курсу или какие-либо другие, снизу под этим видео, в описании и в закрепленном комментарии есть мой номер телефона. Пишите, лучше не звоните, потому что звонком тяжело очень попасть друг в друга. Вы пишите, и я вам обязательно по возможности отвечу. Всем пока-пока.